Бывает, но не часто. Вот, а то, что именно, просто сегодня, как раз, это прочесть слово из Иоанна, и, в общем-то, как раз с 10 главы, как раз вот в эту тему сегодняшнего дня. Сегодня, так вот получилось, что сегодня у нас последний день, если, ну, календарно, если брать, то последний день праздника обновления, как написано в Новом Завете здесь, он назван, или Ханука еще называется. Вот, и в 10 главе с 22 стиха, да, 10 глава Иоанна, 22 стиха и до 30. Вот этот фрагмент такой, вот, он как раз рассказывает фрагмент о том, ну, в 10 главе Иоанна как раз, что Иисус, он вот на этот праздник, вот Ханука, на праздник обновления, он что-то очень важное выразил для, ну, высказал для всех нас, и не только для тех верующих, но и для сегодняшних верующих. Написано здесь так, что настал уже тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему, долго ли тебе держать в нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо. Иисус отвечал им. «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не может, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Аминь. Вот как раз на этот праздник обновления Иисус и высказал, говоря об овцах, послушных-непослушных, и Он сказал, что «Я и Отец одно». Сам праздник обновления, на который Иисус это все сказал, это как раз обновление храма. То есть это не просто даже обновление чего-то другого, это обновление храма Божьего, имеется в виду. Потому что этот праздник посвящен как раз освящению храма, что ли, и обновлению, и освящению храма. И поэтому Иисус здесь, как бы говоря, что Он и Отец есть одно, Он, во-первых, и о себе сказал, что о тайне этой Боговоплощения. Что Он действительно как Сын Божий, да, не просто пророк, да, Он пророк, конечно же, да, Он не просто учитель, да, Он учитель, там, не просто Он, ну, кто еще? То есть Его, как бы, служение-то, да, вот. А Он есть Бог над всем сущий. То есть вот, и Он не почитал хищением быть равным Богу. Он, знаете ли, ну, уничижил себя, да, значит, был послушен до смерти, смерти крестной. Иисус, вот, прожил на земле сознательно жизнь именно вот в таком послушании. Но здесь Он сказал четко, что Я и Отец, мы одно, одно. И еще, то есть Он, во-первых, о себе сказал, да, здесь, конечно же. Во-вторых, Он сказал здесь тоже, получается, и об отце, вот, значит, потому как Отец больше всех, написан, да, Он сказал, что, значит, никто не похитит вас из Его рук. Вот, если мы доверяемся Богу, да, то мы можем смело Ему доверять, потому что Он держит нас в своих руках, и никто нас не похитит тогда, если мы вот в Его руках. И, значит, а еще Он сказал здесь, получается, как бы, о настоящем обновлении. Что есть настоящее обновление? Настоящее освящение храма, да, и обновление храма в единстве с Богом. Что Я и Отец одно, что Бог и человек одно целое. Вот в этом настоящее освящение и обновление храма Божьего. Только тогда, в те времена, значит, шла речь больше, как и сейчас, допустим, традиционные иудеи, да, больше в прошлое смотрят, как бы, значит, на тот храм, который был, вот, значит, и празднуют, как правило, вот именно вспоминая то освящение, которое было, там лет за 200 еще до Иисуса Христа, значит, там 160 какой-то, 165 год до нашей эры еще, получается. Когда вот это освящение храма произошло, ну, второго храма, помните, да, из Библии? Первый храм, кто построил у нас? Соломон, да, Соломон, Соломон, вот, значит, и как раз Иисус ходил в этой колоннаде, Шлома, значит, в этом пределе, значит, да, притвор, да, значит, называется в переводе синодальном, а так это буквально колоннада имеется в виду, она была посвящена как раз царю Шлома или Соломону, Соломону. И, значит, и, ну, первый храм был именно Соломоном построен, вот, и Бог благоставил очень сильно тогда этот храм своим присутствием, и все было хорошо поначалу, но потом, вот, к сожалению, вот, по грехам нашим, вот так произошло, что храм был разрушен этот, вот, и не только разрушен, но и народ был в рабстве, и плен был, и, вот, говорю, считаешь, когда это в Библии, перечитываешь каждый раз вот эти истории, предысторию этого всего, и само разрушение храма, и потом этот плен, знаете ли, конечно, ну, сердце кругом обливается, понимая, что это не просто так, так, это для нас наука такая, знаете ли, затем было покаяние народа, пусть это было не сразу, конечно, но было покаяние, вот, было возвращение постепенно в землю Израиля, тоже не так быстро, как хотелось бы, но мало-помалу народ Божий стал возвращаться в землю Израиля, и храм начали отстраивать вновь, мы называем это уже вторым храмом, хотя это тот же самый храм, да, но мы его так называем вторым храмом, его начали отстраивать, и в Библии, говорится, рассказывается, что, ну, старики плакали, когда они его построили, потому что они-то еще пацанами помнили совсем, еще тот храм, и, конечно, вот, то, что отстроили, тогда никакие сравнения не шло с тем, что было, с тем великолепным, поэтому старики плакали, понимали, что, конечно, до былого величия, конечно, далеко, но храм уже был, знаете ли, пусть даже это было очень более чем скромно, вот, но это был храм Божий уже, значит, и постепенно он расстраивался, второй храм, он украшался, новые, все новые, новые пределы делались, эти колоннады, эти, значит, там, эти, и здания храмовые, вот, ну, и ко времени пришествия Христа, вот, ну, к началу нашей эры, храм уже был, ну, по сути, отстроен, ну, скажу так, почти как при Соломоне уже был отстроен, то есть это были огромные уже здания, огромные ворота были построены, там, 20-метровые ворота, представьте себе, то есть циклопские ворота, да, тонны золота, 20 метров, многоэтажка, представьте, вот такие ворота были построены, огромные, значит, тонны золота, серебра были потрачены на украшение только этих врат, значит, там, тонны, то есть это, это махина просто огромная, ну, там, как бы, сами ворота, эти две створки огромные, и сама вот эта, вот, как бы, сами колонны там, и вот все это украшение, Вот, когда ученики Иисуса говорили, вот, показывали здание храма, да, конечно, ну, в то время уже было, что показывать В то время уже, да, некоторые говорят, историки, что, ну, фактически было, как вот во времена уже Соломона По украшению, по всему богатству храма, благолепию Ну, по крайней мере, не хуже, чем при Соломоне было уже А некоторые говорят, даже еще и лучше, потому что вот этот тиран тогдашний, Ирод, он, в общем-то, ну, как сказать, хотел превзойти, значит, Соломона Превзойти, значит, ну, умом не получалось у него, но богатством хотя бы, значит, знаете, золотом, вот этим, который на храм жертвовал Хотя в народе его все равно не любили, но, ну, как бы, боялись, значит, ну, и вот он делал себе имя такое Вот этим украшательством То есть, и вот этот храм, второй храм Вот за 200 лет еще до Иисуса Христа Произошло чудо там, которое стало, вот, ну, основанием, что ли, вот этого праздника Который вот сегодня завершился, уже 8 дней он идет Вот По лунному календарю, значит, по нашему, солнечному, он попадает в разные, порой, там, каждый год в разные числа Сдвигается Сдвигается, да В этом году, вот он был с 13-го, получается, декабря до 20-го декабря, вот, сегодняшнего дня 8 дней подряд, значит, зажигались свечи, значит, хануки И вспоминались, вспоминались события освящения храма Почему? Потому что, вот, за 200 лет еще до Христа Произошлись страшные события в Израиле Ну, во-первых, греки уже тогда были господами там Вот, был Александр Македонский, знаменитый завоеватель Вот, который покорял все народы, какие можно было покорить Вот, он думал, что он такой, знаете ли, сам по себе такой Значит, и смелый, и сильный, и мудрый, и все Но, когда он пришел к Израилю Так же запоевывать, покорять Вот, он, конечно, был удивлен Очень сильно, потому что все народы Он захватывал силы от меча, оружия А с евреями так не получилось Евреи сами сдались, без боя Вот, значит, и он был так в недоумении Почему вы сдаетесь так вот, как бы, покоряетесь мне Вот, пришли мудрецы, пришли там священники, учителя К нему на беседу И рассказали ему, почему Потому что в наших писаниях пророческих В нашей Библии еврейской Есть о тебе тоже слово Что ты не просто такой вот великий сейчас И огромный, значит, и, значит Пророки о тебе пророчествовали уже Бог о тебе уже говорил У тебя еще поменение было За много столетий до тебя уже было сказано Он, конечно, ахнул, обомлел Ему все это зачитали из пророков Из пророчеств косвенно и прямо О царстве греческом Ну и, конечно, он сильно очень удивился Вот, и зауважал евреев Вот, значит, но Здесь он, конечно, еще больше удивился То есть все народы Их захватывали силой оружия Но затем они, ну, кстати Больше или меньше с удовольствием принимали Культуру греческую Философию греческую Эллинизм Религию греческую Почти все народы принимали Больше или меньше Или смешивали со своими религиями Или даже полностью принимали греческую Да А евреи вроде бы сдались без боя Приняли его власть Покорились Мы говорим, не просто тебе покоряемся Александру Они объяснили ему, мудрецы Мы покоряемся Богу Который тебе сейчас дал власть Над всем этим миром Да, но с другой стороны Культуре и религии греческой Евреи не покорялись Вот, как бы это тоже было Для Александра было загадкой Как же так вот Сдаться-то сдались А греческую религию не хотите перенимать Вроде как передовую Как бы Но, как бы Мы не знаем, что там творил Звеловей Александра Макетонского Но, по крайней мере, он Был очень удивлен Но евреев не трогал Не обижал Ради того, что они сдались без боя И объяснили еще Плюс еще из пророков Что, оказывается, о нем уже Были пророчества О его царстве Государстве И вот Но Александр Умер Значит, были другие его Приемники Царство его Как вот, опять-таки, Библия говорит Раскололось Вот, значит Разделилось Его царство это Вот И та часть В исполнении, опять-таки, библейских пророчеств И та часть Империи Александровой Значит, где был Израиль Там Впоследствии стал править Такой Антиох Антиох Эпифан Тоже Библия о нем Говорит Это один из прообразов Антихриста Вообще Вот, Антиох Эпифан Еще Пророк Даниил О нем пророчествует За столетия Многие до его рождения Вот, значит Он был прообразом Антихриста Значит, Антиох Он Осквернил Святилище Осквернил храм Пришел в храм Со своей армией Убил многих священников Значит Приносил Зарезал Свинью Зарезали Прямо на жертвеннике Божьем Там В храме Иерусалимском Значит Он знал, что для евреев Это скверно И поэтому Он приказал Осквернить Все Святилище И свиной кровью Окропляли Весь храм Вот, значит Принесли туда Идолов Истуканов Поставили Зевса Юпитера Поставили Значит Там, значит Там И самого Антиоха Эпифана Идол Поставили Там прямо В храме И другие Идолы И заставили Те, кто Оставался В Иерусалиме Жить Всех заставляли Поклоняться Этим Истуканам И приносить Нечистые жертвы Он запретил Библию полностью Запретил Изучение Торы За изучение Библии Полагалась Смертная казнь За чтение Торы В фрагментах Любого Из Торы Полагалась Смертная казнь Запретил Обрезание Запретил Кажут Запретил Шаббат Ну, все Все, что связано С религией Авраама Исаака Иакова Было запрещено Категорически Вообще Вот Антиох Епифан Он Действовал И кнутом И пряником Вот Тех евреев Что шли На сговор С ним Значит Тех, кто Покорялись ему Вот А таких Тоже было Ну, немало Вот Некоторые За страх Некоторые Даже вот За совесть По-разному Люди И тогда И сейчас же По-разному Шпадают Отпадают Значит И вот От благодати Это вот И тогда Вот Он Многих Евреев Отступников Делал Своими Там Советниками Сенаторами Там И давал Деньги Значит И Но Все было Очень тяжело То есть Все шло к тому Молодежь Он Развращал Очень сильно Через Порнографию Эту Потому что Греки Очень сильно Как бы В этом Ну Приуспевали Значит В Иерусалиме Выступали Нагишом Артисты Вот В театрах Он вел Игрища Вел Значит Эти Тоже Наподобие Олимпийских Там тоже Голыми выступали Все эти актеры Значит Вели Распутство Вот Всякое Значит И В общем-то Антиох Епифан Считал Что он Уже Религию Авраама Полностью Искоренил Фактически Осталось Только лишь Где-то В далеких Селах Горстка Евреев Каких-то Еще Непокорных Но Их он Приказал Тоже Обратить В Эллинизм Для этого Он послал Туда Своих Вот Этих Ну Сановников Специальных Вот С Войнами С охраной Вот Чтобы они Принуждали Кого надо Силы Оружия Вот И Особенно Он Конечно же Антиох Приказал Чтобы все Священство Все потомки Левия Значит Чтобы все Потомки Священников Чтобы они Тоже Покорились Эллинизму И вот Ну Так получилось Что Именно Среди Священства Среди Молодежи Еврейской Тогдашней Началось Пробуждение Началось Восстание Вот И И Духовное И Физическое И Началась Война Такие Партизанские Еврейские Эти были Отряды Вот И В общем-то Земля под ногами Окупантов Стала гореть И В общем-то Все больше И больше Значит Евреи Пробуждались И Они Видели Что Бог Благоставляет Их Потому Что Они Выступали Простые Ребята Вот Не Воины Не Воины Вот В лучшем Случае Сыны Священников А так В общем-то Как правило Обычная Сельская Молодежь Вот Необученные Воины Сему Ремеслу И Они Выступали Против Порой Регулярных Подразделений Регулярной Армии Наемников Вот Профессиональных Головорезов И Бог Давал им Победу Над ними И Они В этом Видели Руку Божью Такую Свыше И Вот Среди Вот Этих Героев Вообще Правоославная Традиция Вот Все Эти Персонажи Хануки Да Вот Герои Хануки Вот Этого Празденства Маковеи Да Они Вспоминаются В августе 14 августа Спас Маковеи Еще Называется Но Вообще-то События Эти были Зимой Вот Именно И Осквернение Храма Так Получилось Вот Произошло Как раз Зимой И Освещение Храма Вновь Освещение Храма Было Именно Как раз Вот 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 В это Время Ну По нашему Декабрь Допустим Так Вот По нашему Декабрь Вот И Иуда Был Такой Иуда Макаби Макаби Маковей 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 Не от Мака Да Как у нас Порой говорят Мак Веет Или Мак Святя В августе Ходит В храм Мак Святя Не 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 Там Это К Мак Отношения Не имеет Макаби Маковей Это От Еврейского Макаби Макаби Это Молот Кувалда Вот Там Разные Есть Объяснения Одни Пишут Что Сам Иуда Макаби Был Такой Еврейский Богатырь У него Была Рука Кувалда Оружие Было Такое Оружия Не Было Фактически Греки Разоружили Весь Израиль И В общем То У него Молот Был Нашел Кувалду Вот Как бы И этой Кувалдой В общем То Он Как Говорится Сражался Вот Как Но Иуда Макаби Его На самом деле Вспоминая Добрым Словом Евреи До сих Пор Он Был Героем Реально Был Героем Значит Не Просто Был таким Еврейским Богатырем Дагут Был Как говорится Касаясь Сажен В плечах Значит Весь Из себя Такой Видный Но И очень Харизматичный Очень Такой Молитвенный Очень Харизматичный Вот Он Вел И молитву Он Из рода Священников Вот Значит Вел И молитву И жертвоприношение Впоследствии Значит Там И В общем То Ну Герой Был Значит И Вместе С Отряд Его Повстанцев Он Разрастался Все больше и больше Евреев Встекалось В эти отряды Молодежи Еврейской И в конце концов Они пошли На Иерусалим Они В общем-то Горели Этой Идеей Давно Уже Молились Об этом Вот Но Силы были Совершенно Неравны Конечно И вот 165 Год До нашей Эры Они Все-таки Пришли К Иерусалиму Как раз Зимой Вот И Иерусалим Был оскверненный На улицах И площадях Иерусалима Идолы стояли Сам храм Был оскверненный Там Греческое Священство И Идолы Стояли И В общем-то Вот такое Совершалось Ну Ну и Иуды Маккаби Все Кто пришли Эти молодежи Они Партизаны Эти еврейские Они Каялись Конечно Просили Бога Милости Каялись В том Что Вот Из-за Как говорится По грехам Нашим Из-за Отступничества То что Идол допустили В сердца Свои Вот Все это Произошло Вот И Бог Очень сильно Благословило Тогда Очень сильно Настолько Что Это было Ну и явно Сверхи Естественная Защита Бог послал Такое оружие Своё Сверхи Естественное Тогда Против Врагов Своих Значит Страх Паника Знаете Вот Началась У Встания Противника Хотя Язычников Которые Были На стенах Иерусалима Их было Намного Больше И они Были Профессиональные Воины Но На них Напал Панический Страх Просто Вот Значит Евреи Смогли Всех Перебить Их И храм Освободить Иерусалим Освободить И этими Молотами Они Вот Еще Этих Идолов Всех Крошили Не просто Даже В крошку А в порошок Буквально Стирали Вот Реально Били до того Что Даже В порошок Вот Значит И Они Еще Говорили Другим Евреям Смотрите Отступникам Смотрите Вот Это Те Боги Которым Вас Приучали Поклоняться Заставляли Молиться А наш Бог Небеса Сотворил Вот Так Вот Его И Потом Они Да Восстановились Они Шли Как бы Против Превосходящих Сил противника Получается Ну С верой В Бога Хотя Чисто физически Они Не могли бы Победить Но Бог благоставил Их Но они Приготовили С собой Священников Очищенных Для Ну Ритуально Очищенных Для служения Жертву Приготовили Все Приготовили Чтобы При Случа Освобождения Иерусалима Храма Чтобы Тут же Возобновить Служение У них Все Было Готово И они Храм Очистили От Идолов Вымыли Вычистили Его Обновили Храм Обновили А затем Они Освятили Его Поэтому Ханок Это И праздник И обновлений И освящения Храм Освятили Служением Жертвоприношением Освятили Вот Но Маленькая Деталь Такая Была Что Они Обо Все Позаботились Они взяли С собой Для светильника Миноры А саму Минору Они восстановили У них Не было Драгметаллов Не было Золота С собой Но они Из того Что было Короче Сделали Минору Это Впоследствии Уже Опять Когда Было У них Золото Они Золотую Сделали Минору Значит Так Вот И Надо было Зажечь Минору Семисвешник Потому Что Горящая Вот Эта Минора Семисвешник Она Символизировала Собой Вот Именно Присутствие Бога В храме И Свет Мессии Означало Орхамашиах Свет Христа Означало Тогда еще Грядущего Христа И вот Что Интересно Что Они Нашли Лишь Один сосуд Этого Масла Запечатанный Священником Первосвященником Еще прежним Еще Когда Его не убили Еще И Сосуд Был Спрятан Греки Просто Его Не Видели А так Они Тоже Уничтожили Это Масло Освященное Вот И Так Вот И Нашли Один Сосуд Но Его Максимально Хватило На Один День Горения На Сутки Горения А До Момента Приготовления Нового Елея Надо Было Ждать Неделю Не Меньше Семь Дней Ритуального Очищения Требовалось И Один День Минимум Приготовления Его Даже Не Вот Есть Масло Оливковое Первое Джим Да Говорят Холодно Джим А Это Еще Более Качественно Это Считается Чистое Живое Масло Его Не путем Давки Для Светильников Храмовых Приготовляли А путем Нарезания Плодов Значит Резки Этих Плодов То есть Это Каждая Капельюшка Она Говорится На вес Золот Как говорится Значит И Вот Это Масло Используется Для Светильников А Значит Ну Для Самого Светильника Вот Одежда Священников Использовались Собственно Ветхие Одежды Священников Вот Так И Залили Масло Это Елей И И вот Бог совершил Чудо Тогда Там В Иерусалиме Что Вместо Одного Дня Все Восемь Дней Пока Не был Готов Новый Елей Горело Это Масло И вот В память Об этом Вот С тех пор Незапамятных Вода Наших Дней Вот Зажигается Вот такой Необычной Формы Минора На этот Праздник Девяти Священные Минора Каждый День Еще Один Сосуд Ну Лампада Или Или Свеча Дополнительная Еще Ставится И вот К концу Праздника Сегодняшний День Уже Все Получается Восемь Свечей И еще Одна Дополнительная Шамаж Называется Свечка На которой Все остальные Зажигаются Получается Девяти Свечная Минора Такая Вот Такой Необычной Формы И Когда Христос Вот Это Все Говорил На праздник Обновления Да Значит Записанное В Евангелии Теана То Конечно Он Еще Рассказал Как бы Тем самым Что Настоящее Обновление Оно В единстве С Богом Совершается Это Таинство Обновление В единстве С Творцом И Он Говорил Не просто Я убежден Не просто О том Храме Что Был А О храме Своего Тела Потому Что Сегодня Мы живем В эпоху Третьего Храма Сегодня Уже Два Тысячелетия Мы живем В этой Эпохе Третьего Храма Храм Божьего Духа Храм Тела Иисуса Христа То Есть Это Храм Из живых Камней Созидается Два Тысячелетия Да Значит И На основании Апостолов И пророков Имея Краебольным Камнем Написано Самого Иисуса Христа И Сегодня Наша Брань Не против Плоти Или Крови Но против Духа Злобы Поднебесной И Сегодня Слова Христа Уже Звучат Совершенно Иначе Нежели Для того Поколения Вот Тех Древних Людей Потому Что Тогда Два Тысячелетия Назад Когда Иисус Говорил Это Они Могли Это Отнести К Тому Храму Но Сегодня Мы Это Относим К Храму Нынешнему Храму Основанием Которого Является Сам Христос И Куполом Его Является Сам Иисус Христос И Весь Этот Храм Это Есть Тело Иисуса Христа Из Живых Камней Каждый Верующий Миллионы Миллионы Верующих Да Значит И Те Что Были И Те Что Сейчас Есть И Те Что Будут Еще Дальше Дай Боже Сколько Будет Вот Это Все Живые Камешки В этой Стройке Тысячелетий Стройке Двух Тысячелетий Уже Вот И Стройка На Этой Как Валерий Строительной Площадке Временами Конечно Затухала Казалось Ну Замирала Вообще Стройка На самом деле Она продолжалась Все равно Просто Со стороны Может казалось Что все уже Наверное Уже И Долгострой И Наверное Уже Подснос Скорее Проще Снести Чем Что-то Достраивать Перестраивать Как Знаете Бывает Что-то Берешь Здание Уже Увидишь Проще Снести И новое Построить Наверное Может Так оно И казалось Со стороны Но Господь Сказал Я Создам Церковь Мою И Врата Ада Не Одолеют Ее То есть Действительно Ничто Не Одолеет Церковь Божьей Или В другом Переводе Врата Ада Не Устоят Перед Ней И Даже Если Двое Литровое Человек Во имя Христа Христом В сердца В сердцах Своих Во имя Христа Это Уже Церковь Бога Живого Столк И утверждение Истины Это Уже Церковь Бога Живого Даже Если Мы Видим Миллионы Отступников Допустим Илия Пророк Илия Он Вообще Никого Не знал Из Верных Богу Он Думал Что Он Один Остался И Он Говорил Что И Мои Души Ищет Уже Я Последний Остался Поклонник Бога Истинного И Меня Хотят Убить Уже Но Бог Сказал Ему Интересно Что У него Есть Еще Те Кого Он Не Знает Но Кто Перед Валом Колени Склоняли Он Знал Тех Евреев Которые Остались Верными Бога Авраама Исаака И Якова Значит Остаток Мы Это Из Библии Знаем Как Остаток Верующих И Вот Сегодня Я Благодарю Бога За то Что За Два Тысячелетия Врата Ада Не Одолели Церкви Божьей Церковь Выстояла Больше Того Церковь Побеждающая И Пять Столетий Назад Закончилась Эпоха Великой Деформации Церкви Началась Эпоха Великой Реформации Церкви То есть Бог Поднял Тогда В шестнадцатом Веке Маковеев Уже Нашему Времени Новые Эры Маковеев Лютера Карвина Цвингери Губмайера Симмонса Прочих Реформаторов И Началась Эпоха Великой Реформации И вот Посетение Она Продолжается Но Реформация Нынешнего Дня Нашей Эпохи Она В том Что Опять Таки Восстановление Изначального Божьего Плана Омытая Церковь Баней Водной Посредством Слова Не имеющая Дна Или порока Или чего Подобного Но святая Непорочная Сегодня Молотом Божьего Слова Мы Крышим Идолов В своем Сердце Жизни Своей Освещается Храм Обновляется Храм Сегодня Каким образом Через Слово Божье Духом Святым Вот Этим Освещается Сегодня Храм Божий И Если Для Ветхозаветных Верующих Допустим Ханука Это Больше Событие Прошлого То Для Новозаветных Верующих Ханука Это Больше Сегодняшний День И Даже Завтрашний Мы Смотрим Вперед Дальше Потому Что Для Нас Праздник Обновления Это Обновление Храма Нашего Тела Храма Тела Иисуса Христа Мессии И Дух и невесты Говорят Гряди Господи Иисусе Гряди Господь Иисус Приходи Иисус Вот И Пред Его Пришествием Должны Произойти Очень Важные События Описанные Библией И Наверное Самое Потрясающее Это Приготовление Самой Церкви Собственно Приготовление Самой Церкви А это Есть Освещение И Обновление Храма Божьего Третьего Храма Слава Иисусу Аминь Аллилуйя Я все Так думал Задать Этот вопрос Касается ли Нас Это Обновление Да И Как раз К этому Все И Подошло Мы Как Храм Божий Постоянно Нуждаемся В этом Обновлении И Устроении Себя Камни Живых Обновление Постоянное Каждодневное Даже Знаете Как написано Милость Божья Обновляется Каждое Утро И мы В нем Обновляемся Постоянно Один из Отцов Церкви Раннего Христианства Третьего Столетия Киприан Архиепископ Карфагенский Лидер Северной Африки Тогдашней Это в то Время Когда наших Братьев С вами Сестер Бросали На арену Колизей Ко львам То есть Время Было Гонение Тогда Еще Но Вот он Проповедовал В Африке У себя Кстати Киприан Тоже Известным И лидером Северной Африки Насчет Тогдашней Христианской Пробуждения Там было Очень сильнейшее Пробуждение Было И он Говорил Один из Тезисов Известных Тогда Киприана Карфагенского Это Экклезия Семпор Реформанда Звучит Так Один из Девизов Его был Церковь Непрестанно Реформируется Или Всегда Обновляется Но буквально Непрестанно Реформируется Потому что Церковь Это Для нас Не просто Организация Не просто Структура Не просто Храм Или что-то еще Церковь Это Я Церковь Это Мы Церковь Это Павел Пишет Апостол Разве Не знаете Что Вы Храм Божий И Дух Божий Живет Вас Аминь Аминь Да Что-то Сейчас Все больше И больше Звучат Темы Вот именно О церкви О единстве О созидании Церкви Чтобы мы Вот именно Тоже Находили Каждое Своё место В этой Кладке Да Вот именно Потому что Одному Человеку Трудновато Обновляться И Да И как раз У нас И в субботу Мы Пошли Не по плану Да Вроде бы По не запланировать Как раз Именно Вот это Была Тема Субботней Проповеди И врата Ада Не одолеют Ее Именно Церковь Да Потому что И ехали Мы Как раз На собрание Я думаю Почему же Люди Вот почему Задача Вот именно Врага Мы знаем Мы говорим Да Вот именно Вырвать Человека Да Почему-то Что-то Когда Не получается Чуть-чуть Все В церковь Не пойду Все Церковь Меня Не поняли Меня Не погладили Меня Не приняли Или что-то Там Все В церковь Больше Я не Это Не та Церковь Вот именно Вот эта Задача Вот поэтому И вот Жена Мне Говорит Ну вот Если Во мне Возникнет Такой Где Будешь Ты Церковь Останется Потому что Написано Врата Ада Не одолеют Но Где Будешь Ты Один В отдельности Который Например Уже Прилепился Как Вот Они Говорят То Уже Держись Ну да Как Было Во время Исхода Исход Для нас Это Образ Как раз Именно Нашего Жизненного Такого Служения Путешествия Нашего Наших Как Пилигримов Таких В небесную Нашу Страну Значит Те Кто Ослабевал И Отставал От коллектива То Значит Помним Что С ними Происходило Враги Ходили По пятам Израиля Они Не могли Напасть На весь Израиль На Стан Потому что Бог был Среди Стана И Там Было Дураку Ясно Было Что У них Шансов Никаких Не было Врагов Потому что Когда Бог Среди Израиля Там Они Понимали Что Шансов Ноль Вообще Но Тех Отстающих От коллектива Тех Кто Отбивался Как бы Да Ослабевал Отставал Как бы Начинал Ити Уже Вот И ходили По пятам Поэтому Мы должны Недаром В Библии Говорится Как раз Чтобы Помнили Помнили Да Об этом Вот И даже Павел Написал Помните Послание Тоже Коринфянам Что То что Написано Да Не что Мы судили Этих Людей Написано Да А нам В наставлении Достигшим Последних Веков Вот Чтобы Мы не Грешили Как Они Грешили Чтобы То есть Мы Не Просто Говорили Вот Если бы Мы жили В те времена Мы бы Так Не поступали Вот Это Нет Большого ума Это Обычно Неверующие Так Рассуждают Всегда Смотря На историю На Прошлую Вот А верующие Имея Ум Христа Должны Учиться Не Быть Судьями Не Просто Живым Но Даже Мертвым Не Быть Судьями Вот Значит А Учиться На примерах Этих Как Для себя Брать На Вооружение Что Да Враг Ходит Как Рыгающий Лев И Чак Его Поглотить Вот Значит И Поэтому Как Говорится Чтобы Никто Из Нас Как Бо Высоко Не Летал Никогда Не Отрывался От Коллектива Помните Когда Тост Поднимали Журика Про Птичку Вот Мудрые Слова Наставления Мудрые Потому Что Как Бо Высоко Не Летал Если Он Отбился Если Пошел Сам То Враг Нападает Вот И Оно Как В этом Есть Мудрость Особенно Наверное Такая Аминь Что То Дойдет В духе В таком Пастор Тоже У 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 И Детям Рассказал Б doubt Пример Как Повclin Там Там Поиск Там На Сибири Много Рыбу Поймали Их Вы Тягивают Все У У Они У Рыбу вся туда-сюда, туда-сюда, месяц, ну уже все, гибель. На сковороду. Вот, значит, да, уже пора. Значит, и рыбка маленькая кричит, все, слушайте меня, все слушайте, давайте в одном направлении, они все вместе, все вместе, и рыбаки не поймут, в чем дело, значит, все эти рвутся, значит, и вся рыба спаслась, короче. Когда они, не каждый по себе, а когда все вместе, раз, идут в одно направлении, и они были спасены уже, вот видите, уже, хорошая наука. Вот, а мы должны идти одним путем, вот, если не сбиваемся, идем мы этим путем, это сам Иисус Христос. Вот, путь указан, путь уже протоптан, путь открыт, двери открыты, путь открыт, это сам Иисус Христос. Вот, и действительно, вот это, этим путем, вот, есть для церкви, ну, и все, все благословения, и милость Божья, и все, все, все. Я так понимаю, и не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы знать, что коллектив, например, и вот именно единство, да, сила, но почему-то, что где-то что-то в уме, или что-то там загорается, такое, да я сам, да я могу, имя Бог, я дома, там, вот, но люди, которые я встречал тоже, такие были зубры в слове, это самое, и тут раз, разбежались по квартирам, и говорят, да, все, это у нас свои отношения с Богом, я могу молиться, я могу, это самое. Ну, это как бы дух такого монашества, он, в принципе, он всегда в истории церкви, он присутствует, как бы, значит, и кому-то, может быть, на какое-то время и стоит так вот, как бы, вот, побыть вот один-один с Богом, значит, но опять-таки, ну, ненадолго только, не отрываться на совсем, так вот, на время уединиться, Иисус тоже уходил на время, там, помолиться, там, значит, уединиться, там, значит, да, со Словом Божьим, там, как бы, поразмышлять, помолиться, но никогда не отделяться вот так вот, чтобы не отрывать себя, просто, не отрезать себя, вот, а есть, конечно, искушение такое, как вот дух монашества, там, даже на годы уйти, как бы, и вообще, или вообще, на совсем уж как будто, сам по себе, но опять-таки, это тупиковая ветвь, знаете, вот это, как бы, одним словом, бесперспективное христианство такое. Ну, потому что они для этого призваны, это не призвание, да, чтобы уйти, да. Как моя мама казала, вот отримайся церкви, як вошь кужуха. Нет, ну, вот, не очень сравнение, ну, хотя, кому-то, может, и такое сравнение. Ну, простите. Да. Мы знаем, что традиции были в деткозаветное время, и, ну, заветное время, и сейчас их столько, что в другой раз теряются в этих глупостях. Я прямо, прямым языком называю, в этих глупостях. Вот. Так вот, была традиция такая, при зажжении свечей, хамка, зажигать с девятого по первую, а гасить с первой по девятую. В этом какой-то смысл. Я думаю, никакого нет смысла. Ну, можно смысл во всем придумать, но, в принципе, это просто обряд. Допустим, вот, во времена Христа, в те времена, когда Христос жил, вот, во времена храма, того еще, второго храма, то, да, были такие традиции. Была школа Шамая и школа Гилеля. Но школа Гилеля считается победившей, как бы, в удаизме современном, в традиционном. Так вот, в школе Шамая, там, в первый день праздника зажигали сразу все свечи. А потом постепенно гасили, значит, а в школе Гилеля, наоборот, было принято, вот, как в современном удаизме, в первый день зажигается одна лампада и одна свеча, потом вторая, там, и вот так по всем. И на этой больше конфликтовали. Да нет, ну да, спорили, как бы, ну, конфликты можно назвать конфликтом, но люди спорят по любому поводу, вообще. Спорят по разным пустякам порой, обрядовым этим. Можно, как, допустим, даже не брать иудаизм, как бы, это более близкий пример, в самом христианстве, допустим, да. Вот, во времена, допустим, вот, еще Алексей Михайлович, царь, значит, отец Петра Первого, когда великий раскол произошел, тоже, двумя перстами крестились, допустим, двумя перстами, да. Стали тремя. Стали тремя перстами. Вот, значит, ну, опять-таки, два перста, значит, да, два естества Иисуса Христа, так обозначалось, и три, это, ну, Троица. А два естества, ну, Бог и человек, да. И Троица, Отец, Сын, Святой Дух. Все понятно. А здесь, то же самое, щепоть, да, щепоть. Значит, тоже Троица, и два естества Иисуса Христа, в принципе, как бы, и то, и то. Но столько копий поломали об этом, значит, споров. Миллианты, сколько людей поедет. Ну, вообще считается, больше миллиона погибших, значит, вот, репрессированных. Вот, значит, жуткая цифра, конечно, вообще. И, начиная с Алексея Михайловича, царя, значит, и патриарха Никона, и потом при Петре Первом, и дальше. Вот, последние такие массовые были, репрессии были при Николае Первом, Всероссийском императоре. Хотя, даже уже в 60-е годы, еще 19-го столетия были уже, еще были моменты убийств старобрядцев. Вот, в Суздале тогда, последний в истории русской церкви, как бы, инквизиторский такой процесс был. В Суздале, это уже были 60-е годы, конец 60-х годов был, 19-го столетия. Одного старобрядца поймали, значит, у него нашли мира. Вот, значит, его пытали монахи там, значит, и запытали до смерти. Потом тело передали жандармерию. Вот, значит, было рассуждение в Петербурге по этому поводу. Вот, потому что пытки продолжались в монастырях, но до смерти, как бы, уже, как бы, долгое время уже никого не пытали. Значит, и вот после этого было распоряжение, никого не посадили, не привлекли никого ответственности, вообще-то, кстати. Но было предписание, чтобы пытать-пытать, но не до смерти, вот, в монастырях. Вот, значит, и, в общем-то, начиная с 12-ти лет, отроду пытки были в монастырях очень жесткие, конечно. Вот, значит, и, но от человека запытали лишь вот то, что двоеперстие, и то, что он удерживался старых обрядов. Понимаете ли? Но в 1971 году уже, уже сто лет спустя, после этой казни, значит, да, монастырской, Суздальской, в 1971 году в Москве уже, там был такой митрополит Никодим, московский, не московский, а новгородский, ленинградский-новгородский. Вот, он четко в докладе высказал, что неважно, сколько перстов там складываем мы, обряды наши, это просто наши чисто культурные традиции, какие-то религиозные традиции, то есть они совершенно неважны здесь, неважно, два перста или три перста там, то есть, но мы можем спорить порой из-за вот таких вот обрядовых вещей, вот, а это не стоит даже того. Ну, я думаю, что, да, вот превращать в традицию можно все, даже вот, все, что хочет. Да, вот именно даже, если так взять фарисейство, ведь была такая цель, были люди горящие, ищущие Бога, да, вот именно близости, да, а потом это фарисейство, так, через несколько поколений, так оно затерлось, почему делаете так? Ну, отцы делали, мы делаем, вот это, и даже хождение в церковь можно превратить просто в традицию, да, вот надо воскресенье, или суббору посетить, вот идут, и я за компанию, вот именно, чтобы, не дай Бог, вот постоянно было обновление, да, чтобы не превращалось это в традицию, чтобы, потому что, хотя хорошие традиции тоже, ну, да, на пользу, да. Ну, вот как раз, вот, этот, отец Александр Борисов, такой, московский протерей, как раз, у него книга есть, «Побелевшие нивы» называется, вот там, как раз, вот он противопоставляет, есть, религия, есть вера, и очень часто, это конфликтующие вещи, вообще, между собой, религия как форма внешняя, порой лишенная содержания вообще, и вера, как именно, вот выражение, вот нашего внутреннего чувства, такого, значит, именно к Богу, вот, и вера, и, значит, да, ну, как вера, определение, да, вот мы знаем, что это уверенность в невидимом, значит, осуществление ожидаемого, значит, мы там, да, красиво очень, да, но это не форма, это не просто обряд, это не, не просто традиция какая-то, а религия, как раз, это больше, вот именно, как раз форма, традиция, культура. Вот вчера я ехал с этим нотариным, мы рассуждали, я ему рассказывал, рассказывал тоже о Христе, рассказывал из Библии многие вещи, ну вот по Баллокартам ехал, значит, и вот я ему как раз тоже говорил, что пример приводил, еще в пятом столетии Блаженный Агустин говорил, интересно, что в главном у нас должно быть единство, во второстепенном свобода, разнообразие, а во всем любовь, вот потому Иисус говорит, что узнает всех, что мои ученики, то есть мои последователи, да, христиане если имеете любовь между собой вот, значит, надо определиться, что есть самое главное-то в жизни вообще, вот, в твои, мои, значит, в церкви, что самое главное, кто самый главный, собственно, да значит, это действительно сам Иисус Христос, да вот, Слово Божье, да, значит во второстепенных вещах, да свобода и разнообразие, а во всем любовь Божья, вот поэтому очень хороший принцип такой, очень такой лет десять от вас по телевизору слышал и так до сих пор они меня дают именно единство, да, в основном слава Богу, да это вот для меня тоже один из девизов моих тоже по жизни вообще потому что в девяносто шестом, когда вот вышел из традиционного православия то я как раз именно вот вот несколько таких особенных переживаний было и вот одно из них это вот как раз слова Августина Блаженного, что действительно для меня был как ответ на многие вещи потому что знаете ли я в то время до девяносто шестого года я почитал, что церковь Божья только лишь одна православная церковь все а все остальное это как секты какие-то значит там никакая не церковь значит и понимаете ли откровение такое тоже того времени вот из слова Божьего что Дух дышит где хочет не просто где хочет человек там или кто-то еще или группа людей а он сам хочет он и личность это не просто даже как бы теология а это жизнь он действительно личность вот значит и знаете ли вот если он хочет дышать он дышит не хочет не хочет вот он личность и с ним возможно не такие какие-то знаете манипуляции какие-то что вот значит мы как бы приватизировали как Джин знаете в лампу попал все и он теперь вот хотя он такой могущественный он мог бы раздавить лепешку этого Алладина но он вынужден подчиняться ему потому что он тот приказ он владелец лампы вот мы как бы представляем Дух Святой как бы он такой могущественный все но он уже в заложниках у нас в нашей конфессии все как сеанс спиритизма да получается да вот именно такое что дай Бог отношения это не хорошее отношение с Духом Святым с Духом Святым хорошее отношение Божьи отношения правильные это на его условиях мой телефон а да это действительно Божьей любви вот как вот сейчас есть выражение партнерский но не очень мне нравится такое отношение это часто внешнее не потом позвони подъедешь за мной а хорошее отношение правильное отношение вот любовное отношение близкое отношение когда я позвоню подъедешь и скажу что есть главное в Библии какой золотой стих ключ к писаниям эти школы хотя они друг другу противоречили во всем фактически и в обрядах и в учениях в традициях во всем кстати школа Шамая она хотя считается проигравшей в иудаизме но она на мой взгляд наиболее близкая к христианству вообще к учению Христа самого наиболее близкая потому что в школе Елеле больше говорили о внешней форме как бы да вот о внешнем вот то Шамай он как раз больше говорил о внутреннем содержании иудаизма он говорил что мало родиться евреем обрезаться быть кошерным исполнять заповеди нужно духовно переродиться родиться с изново новым рождением рождение есть от отца и матери а есть рождение новое от Бога которое при личной встрече с Богом совершается школа Елеле это отрицало потому что школа Елеле говорила что достаточно уже того что ты родился от еврейских мам и пап или прошел геюр присоединился к народу Израиля получил гражданство израильское таким образом этого достаточно уже и ты уже полноправный член общества израильского исполняя заповеди по мере сил своих больше меньше ты достигаешь а школа Шамая училась совсем иначе противоречия школы Елеле но и многим другим вещам они друг с другом спорили но самое интересное когда им дали вопрос задали этим школам эти школы нашли один тот же ответ редкий случай когда они пришли к одному этому же мнению не сговариваясь и одна школа и другая школа выдала один тот же ответ значит этот золотой стих они нашли в книге Шир Гаширим вот эта вот песня песней вот этот стих который звучит в синодальном переводе он звучит как я принадлежу возлюбленному моему возлюбленный мой мне они ле доди ведоди ли то есть я они это они это я они ле доди то есть буквально я в моем возлюбленном возлюбленный мой во мне и вот они говорили что вот это и та другая школа пришли к пониманию что это самое главное вот как бы ключ ко всем писаниям к торе к пророкам к пониманию что это вот как бы потребность души человеческой да вот и Бога вот быть мы в нем а он во мне а я в нем да и когда Иисус родился то как раз самым первым пророчеством которое исполнилось то у Матфея так и записано как раз что все дела вообще примет да и родит сына и нарекут ему имя Эммануил что значит буквально внутрь нас Бог потому что Эману да Эману значит это не просто есть Этануэль Этануэль это с нами Бог буквально а Эмануэль это буквально внутрь нас растворенный в нас Бог вот частью нас ставший Бог поэтому да значит и ну и в посланиях тоже апостольских мы считаем что тайна сокрыта от веков да какая но не открытая да какая тайна что Христос в нас упование славы что не просто возле нас близко с нами да Бог а внутрь нас вот это самая основа и Иисус говорил кто не будет есть пить да значит не будет иметь жизни со мной если имеется ввиду действительно вот быть частью а что что может быть ближе для человека еда которую ты съел да значит она частью тебя становится ты то что ты ешь будем так говорить да значит то есть буквально понимать да что Христа Иисуса ты ешь и пьешь вот значит и ты в нем а он в тебе вот значит и также вот другие слова Христа вот он говорил что кто будет веровать да и креститься спасен будет помните я рассказывал тоже как раз о крещении баптизу что оно означает не просто в старом греческом означало не просто даже окунуться да погрузиться а окунуться погрузиться и там и остаться и полностью просолиться и для описания использовал для описания соленья огурцов вот греки использовали еще до Христа еще за 200 лет еще до Христа Иисуса вот и малосол они греки тоже любили малосол значит малосольные эти огурцы но значит и другие овощи делали малосол они тоже выставляли это все на своих перах, но малосол они баптизу не называли, то есть для них это не было баптизки, да, курцы вот, значит, когда только лишь на шкурке соль, а именно соль, которая внутри уже есть, поэтому в Новом Завете говорится, имейте соль в себе, да не просто на себе, не просто внешне где-то возле себя, да, а вот в себе, внутрь себя, да, имейте эту соль значит, и совершите эту баптизу погрузитесь в него, да, значит и просолитесь им, пропитайтесь им тот будет спасен, вот, а кто не уверует, тот так и погибнет, как говорится на огороде да, тем более вот так вот Аллилуйя Аллилуйя Слава Богу да, тогда уже выключу уже да, вот я стараюсь сейчас